Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие одесситы! Мы в прямом эфире. Вот сейчас я проверил. Да, это действительно так, у нас наконец-то налажена техника, я могу с вами пообщаться. Ну что, у нас как бы политический год в самом разгаре. Вчера второго числа удалось избежать столкновений июньских между сторонниками Майдана и противниками Майдана. А сегодня у меня в эфире человек, который занимается целенаправленно региональной политикой. Это Алексей Черный. Здравствуйте, Алексей, добрый вечер! Добрый вечер! Значит, я так понимаю, что мы можем говорить о демократическом альянсе, как и в общественной организации, в которой вы занимаете достаточно видное место и с которой связываете определенные планы. Кроме того, вами уже объявлено такое явление или такая организация объявлена как идеальный список. То есть вы собираетесь что-то делать с кадровой политикой в управлении регионом или городом, по крайней мере. Ну вот из этого списка как бы позиций, я бы хотел ваши комментарии. Что это все такое? Ну, к сожалению, влиять на кадровую политику в городе мы пока не можем, но для того, чтобы иметь такую возможность, надо хотя бы иметь кадровый запас. Расскажу два слова о том, как родилась эта идея во время Майдана, когда вот буквально с дня на день должны были начинать штурмовать административные здания, все ждали, будет это происходить или не будет, делать этого или не стоит этого делать. У нас была встреча с президентом польского фонда «Солидарность» Шиштофом Становским, и он рассказал, что в Польше, когда польская «Солидарность» первый раз принимала участие в выборах, у них на каждую должность в государстве, во власти, на любом уровне, был кадровый запас в пять человек. И когда коммунистическая партия в один день посадила 17 тысяч поляков, ну, из «Солидарности», то смогли уничтожить только первых двух, а три осталось. И первое, что они сделали, это собрали еще пять. Вот в тот момент я понял, что революцию мы проиграли, потому что мы готовы убрать эту власть, но мы абсолютно не готовы сформировать следующую. Вы знаете, я бы сказал больше. Мы не готовы использовать даже тот ресурс, который, очевидно, есть. Очень трудно выбирать на должность человека, если от меня что-то зависит, человека, который заведомо в чем-то способнее меня и пойдет там как бы дальше. Лучше подбирать тех, кто будет меня слушаться и которые сделают возможность обеспечить мой приоритет. Ну, я думаю, к сожалению, большинство избирателей не задумываются даже над такой глубиной вопроса, лучше или хуже будет работать человек. Практика показывает, что пока что в Одессе побеждает гречка и реклама. Поэтому говорить о персональных качествах политиков, к сожалению, не приходится. Ну, а качество политики напрямую зависит от качества политиков. Поэтому пока мы говорим о том, чтобы сформировать такой кадровый запас, фактически найти порядочных людей, которые могут быть достойными депутатами городского совета. Что в это вкладывается? Какие два основных критерия? Первое – это критерии доверия, то есть это люди, которым доверяют тех, кто их знают в городе, то есть это люди, которые своей работой в социальной сфере, в профессиональной сфере заслужили определенное уважение. Второе – это профессиональные качества. Мы хотим, чтобы эти люди качественно работали депутатами, поэтому у них в проекте предусмотрена определенная стажировка, когда они фактически должны сказать, какая проблема в городе их волнует, как они предлагают эту проблему решить, расписать проект решения этой проблемы конкретный, реалистичный, без популизма, именно таким, каким должен быть проект решения депутатов городского совета, с бюджетом, с ответственными, со сроками, подать его в городской совет как местную инициативу. Это люди, которые должны вскрыть одну из существующих в городе коррупционных схем и озвучить их ее. Одну, хотя бы одну. Они могут вскрыть больше. Но вопрос в том, что не просто вскрыть и кому-то дать. Вот ты озвучай, а я не хочу ссориться. Это люди, которые публично должны сказать, что в городе есть вот такая коррупционная схема, в ней задействованы вот такой-такой-такой-такой чиновник, работая на нас следующим образом, мимо бюджета проходит такая сумма. Это нужно не для того, чтобы сказать, что человек что-то знает. Это механизм для того, чтобы посмотреть, достаточно ли человек смелый, чтобы озвучить это от своего имени. Потому что вот та оппозиция, которая есть сегодня в городском совете, я достаточно часто присутствую на сессиях городского совета, номинально она есть. Но по факту, когда в сессионном зале мы наблюдаем, как деребанят те или иные объекты, я не наблюдаю, чтобы хоть кто-нибудь встал и внятно сказал, какая сумма крадется из бюджета, каким образом, кто в этом задействован, почему этого нельзя делать. То есть все сидят, но все как бы в курсе, все молчат. Буквально несколько депутатов, которые высказываются по разным моментам. К сожалению, многие из них высказываются по любым поводам. Да, я даже знаю, кто это. Да, есть такая специфическая профессия депутата. Вот так вот нам нужны люди, которые будут порядочными и достаточно профессиональными для того, чтобы уметь отстаивать интересы громады в городском совете. Алексей, я бы хотел, чтобы в нашем с вами общении участвовали наши телезрители. Уважаемые телезрители, у нас в гостях политик Алексей Черный, 737-73-10. Вы можете звонить и задавать ему вопросы. Он часто бывает на сессиях горсовета. Он лидер одной из общественных организаций у нас здесь в городе. То есть он лидер областной организации демократического альянса. И сейчас занимается списком, идеальным списком для управления и для перспективных управленцев. Задавайте вопросы, пожалуйста. Может быть, кто-то из вас хочет попасть или мечтает попасть в такой идеальный список. Или интересуется тем, как этот список формируется. Пожалуйста, можно звонить. Уточню два слова по демократическим альянсом. Демократическим альянсом – это общественное движение. У нас есть политическая партия, есть молодежная организация, есть женская организация, есть синктэнк, то есть организация, которая занимается аналитическим... И все это называется демократическим альянсом? Да, все это называется демократическим альянсом. Прекрасно. То есть это не только общественная организация, но и политическая партия. Мы будем баллотироваться на выборах. Ну, это понятно. Иначе зачем заниматься общественной деятельностью? — Можно заниматься и без этого. Мы достаточно долго занимались общественной деятельностью без каких-то политических амбиций. Мы хотели делать определенные добрые дела. Какую-то часть у нас получалась, но в основном мы упирались в то, что любая инициатива рубится в том моменте, когда власти говорят, что нам это не интересно. — Тем не менее, начали вы с выборной тематики, потому что вы сказали абсолютно спорную, с моей точки зрения, вещь о том, что у нас значительная часть избирателей — это те, которые избирают гречку и продуктовые пакеты, и вот надо что-то с этим делать. Я бы с этим ничего делать не стал. — Люди, которые готовы продаться за гречку, они уже известны. Их переубеждать — это, вообще говоря, даром силы тратить. Есть же люди, которые колеблются между гречкой и негречкой. Есть люди, которые за гречку не продаются, и это все социология может вытащить. — Я не думаю, что те люди, которые продаются за гречку, что они делают это потому, что они убежденные любители гречки. Я думаю, что люди делают это в частности потому, что они не видят альтернативы. Если бы им предложили условно вот порядочная группа людей, а вот здесь гречка, они, может быть, и голосовали бы за это. — Вы знаете, им за 24 последние года предлагали альтернатив кристально чистых людей, что называется, пачками. Эти люди, став во власть, сразу быстро портились. — И никак иначе до сих пор не было. — Если можно, вспомните хоть одну кристально чистую команду, мне просто интересно. — Значит, была такая госпожа Витренко, доктор наук экономических и так далее, которая называла всю свою прогрессивную социалистическую партию, причем многократно, партии идеально чистых людей. — Нет, называть можно что угодно. У Линклина был любимый вопрос, он когда собирался со своими избирателями, он спрашивал, если назвать хвост лапой, сколько лап будет у собаки. Все говорили пять, он говорил, нет, все мной четыре. То есть то, что Витренко говорила о своей партии, что она идеально чистая, это не значит, что эта партия такой была. — Начнем с того, кто финансировал партию Витренко, сколько денег в это вкачивалось, и как закончил Курочкин, который был один из спонсоров. — Ну хорошо, но вот сейчас у вашей партии финансовые вопросы выглядят не самым лучшим образом, зато они хорошо проверяемы. Завтра появится спонсор, который говорит, я на вас влиять не буду, вот деньги, но влиять все равно начнет в той или иной мере. Если не прямиком на ваши решения, то, по крайней мере, на свои симпатии так или иначе высказывать. Вы все равно, если берете деньги, становитесь в сервисную позицию. Нет, это не так? — Однозначно, если партию финансирует один человек, то партия должна работать в интересах этого человека. Но если партию финансирует 100 человек, то нужно прислушиваться к мнению 100 людей. А если это тысяча человек, то это уже репрезентативная группа, которая представляет общество. Поэтому мы стараемся идти по пути привлечения многих людей, которые финансируют партию небольшими взносами. Может быть, поэтому у нас партия далеко не такая богатая, как все остальные, и не может себе позволить даже рассказать о себе достаточно громко. Мы работаем с 2006 года, но многие нас даже не знают. То есть, в 2006 мы работали как общественная организация, партией мы стали только два года, до этого работали исключительно в социальных аналитических проектах. Да, я согласен, что, конечно, определенная зависимость есть, но наша точка зрения, что нужна диверсификация источников финансирования, тогда партия вынуждена работать в интересах общества. Потому что если она не устраивает, если то, что она делает, не устраивает общество, люди перестают давать деньги. Это нормальная система. Ну вот смотрите, я наблюдаю судьбу конкретного молодого политика, будем считать, что не в этом городе, тем более я и фамилию называть не буду. Я работаю как консультант, работаю на конкретной избирательной кампании в штабе, ко мне приводят человека и говорят, он будет у нас возглавлять молодежное звено нашей партии. Я начинаю с ним говорить, выясняется, что у него нет никаких политических, не только знаний, а представлений, а то он не говорит. То есть он абсолютно никакой. То есть просто хороший мальчик из хорошей семьи, там, видимо, папа с какими-то связями, я так просчитываю, кто-то из родителей финансирует эту акцию, ему нужно срочно захотелось чем-то покомандовать. Я еще раз повторяю. Я даже угадал этого человека. Двух слов сказать, не может. Через некоторое время выясняется, что, тем не менее, говорить он начал по бумажке, не то, повторяя все время одни и те же слова, то есть вообще с серьезными дефектами, как бы коммуникативными, но его продолжают куда-то продвигать, но уже в другой партии, прямо противоположной той, в которой его привели, потому что поменялся климат политический. Теперь он уже говорит более связанно, называя имя отчества своего патрона, уже одного из руководителей региона, он уже как бы обслуживает, а там происхождение капитала и вся политическая судьба у той группы очевидна. Теперь рухнула уже и эта структура. Думал, ну я им не занимаюсь, просто вдруг выныривает в эфире, смотрю, он уже при нынешней власти, и у него уже взрослая позиция. Он уже не юношескую группу возглавляет. Есть такие люди, которые скачут, да, как мальчики-зальчики. Я говорю не о том, что они скачут, я говорю о том, что они являются примером для подражания и образцом делания карьеры политической в наше время. Вот каким-то примером. Мне очень интересно было бы посмотреть на молодежь, которая услышит ваши обещания и ваши планы, и которая детально присмотрится к карьере такого или таких людей. Вот у них ведь выбор есть, может быть есть еще какие-то образцы. Но на самом деле воспитывать управленца нового поколения, порядочных, честных, профессиональных, может в том случае, если у вас есть позитивные примеры. А у нас с позитивными примерами очень большая проблема. Как у Бабеля, знаете, когда старейщик Гедали говорит, я не против социализма, товарищ комиссар, я за социализм. Но я за социализм порадочных людей, а у нас недовоз. Да, я согласен, что примеров у нас нет, но если мы остановимся на том, что нет примеров, поэтому не надо пытаться их создать, то я думаю, они точно не появятся. Но если бы я, допустим, делая карьеру политическую, пробился в какой-то первый ряд и сказал бы молодым, делайте как я, я готов вам помогать, а такие у нас политики, наверное, взрослые, которые сделали все не на взятках и не на связях родителей, а прошли как честные борцы за народное добро. Тоже хотелось бы узнать у вас фамилию людей, я не знаю. Ну я, чтобы их не рекламируют, прямо сейчас не назову, но за эфиром я вам скажу, есть несколько человек, которые, вообще говоря, по сходной технологии шли. Другое дело, что им все равно приходится делать всякого рода компромиссов. Ну в сегодняшних, даже я очень надеюсь, что во вчерашних реалиях нашего политического мира и правил игры честным, порядочным людям пройти к власти в Украине было просто нереально. Но вы же то, что делаете, делаете для того, чтобы такие появились. Да, но мы считаем, что после Майдана кое-что изменилось, потому что хотя бы в обществе появился заказ на то, чтобы во власть или хотя бы в представительские органы, в коллегиальные, условно, в депутаты, пошли люди, которые достаточно долгое время работали в общественной сфере и люди, которые заслужили в этой сфере доверие, имеющие определенный опыт. Потому что, если мы говорим про местное самоуправление, это фактически общественная деятельность просто с более высоким уровнем доверия. Депутаты не получают зарплаты, депутаты напрямую не назначают тех, кто исполняет их решения, они должны принимать решения в интересах всей громады. И вот среди таких людей точно должны быть люди, которые прошли достаточно долгий опыт общественной деятельности, опыт профессиональной деятельности в разных сферах города, которые город должны знать, должны понимать, какие проблемы есть в этом городе, для того, чтобы принимать решения взвешенно и хотя бы попытаться нарушить те коррупционные схемы, которые работают сегодня в Одесском Горсовете. Алексей, вот пока вы говорили, у меня накопилось два, на вскидку два возражения на примерах, которые, может быть, покажутся вам любопытными. Во-первых, я ни от одного современного молодого политика, что начинающего, что более-менее опытного, не слышу ни слова о том, какого типа государства они собираются построить. Вот что называется вопрос на засыпку. Потому что говорят все, что угодно, о привлечении честных, о способах работы с населением, о гречке. Ребята, вы зачем идете в политику? Как только начинаешь спрашивать о образе будущего государства, где там распределение совокупного продукта, по каким критериям, какие отношения между капиталом и наемным трудом, собираетесь регламентировать, в чью пользу и каким образом. Значит, ничего по собственной инициативе, а по моей просьбе, только какой-то невнятный лепет, который, вообще говоря, даже учебника на эту тему не читал, но во власть идет и даже других зовет. А что вы там делать-то будете? Поднимать руку по команде тех, кто знает, как распределяется имеющийся ресурс. Это все, что вы там сможете сделать без наличия серьезного вот такого указателя. Налево пойдешь, попадешь в буржуазно-демократическую республику. Направо попадешь в коммунистическую республику. Я говорю об образе экономического распределения средств. Про идеологию я пока что еще не говорю. А идеология — это следующий шаг далекий. Может быть, сегодня у нас до этого и речи не дойдет. Но хотелось бы понять, как существующий продукт будет распределяться. Сколько у нас будет процентов относительно бедных, относительно богатых? Я думаю, что, если честно, позвольте с вами немножко поспорить. В сегодняшних условиях... Я прошу прощения, у нас самое главное здесь это телезрители. Слушаем вас внимательно. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу дать и озвучить просьбу Алексею, или совет какой-то вот в этом плане. Алексей, можно я вам скажу? Вот я бы вас попросила даже. Вы знаете, я очень переживаю за нашего нынешнего губернатора, о том, чтобы к нему вот эти прилипалы, которые привыкли при всей власти быть удобными. Знаете, они принимают различные формы, они очень такие пластичные, и которые могут его оградить, навешивать ему лапшу, о том, что они преданы ему, и держать его в вакууме. А нужно, чтобы вы, мы все были возле него, и он получал информацию, такую правдивую. И чтобы он... Во-первых, у нас дефицит кадров, а менять у нас все нужно. У нас нету вообще никого и ничего, чтобы у нас менять не надо было. Но чтобы опять не поменять, шило на мыло, понимаете, это очень сложно. У нас действительно дефицит, а надо, чтобы человек был европейского мышления, порядочный. Но очень трудно таких найти, к сожалению, когда общество все такое, сами знаете, не потому что оно плохое, оно жило в таком и воспитывалось в таком состоянии. Но и самое главное, кто владеет информацией, как говорили древние, владеет миром. Я прошу прощения, вы, по-моему, немножко ушли от темы. Вы хотели спасать Саакашвили? Суть вопроса понятна. Знаете, никто вместо Михаила Саакашвили не решит вопрос доступа к его телу и информационного вакуума. Посмотрим, я думаю, это будет видно в течение недели, кто будет формировать его мировоззрение, информацию по ситуации в городе и в области, кто будет назначен на основные позиции, хотя бы, кто будет влиять на эти процессы. Все, что зависит от нас, для того, чтобы посоветовать ему каких-то людей, дать какую-то информацию по реальному состоянию дел в городе и в области, там, где мы информацию знаем, мы готовы дать. Я уже говорил неоднократно, что мое отношение к назначению Саакашвили на губернатора такое осторожно-оптимистическое. То есть я очень надеюсь, что он пришел сюда с целью поломать те схемы, которые есть, и построить что-то новое. Но я не знаю его мотивации, я надеюсь, что она такова, мы ее увидим. Второе, я не знаю, какие у него есть инструменты, то есть на что ему дали добро в Киеве, что он может делать, что не может, потому что реформировать одну область невозможно. И будем надеяться, что он будет делать правильные шаги, мы ему в этом будем помогать. Но кроме него никто это делать не сможет, поэтому прийти к нему, постучать в стекло и сказать, мы вот такие хорошие, правильные, слушайте только нас, мы не сможем. Ну кроме того, уважаемая телезрительница, я хотел вам... А, у нас еще один звонок, стало быть, будем говорить с еще одним телезрителем. Слушаем вас внимательно. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. Я хочу задать вопрос Алексею Черному. Ну он как бы наш первый майдановец, это мы помним, хотя мы люди пожилые, вот на мое окружение. И я хочу задать такой вопрос. По-моему, Демальянс очень борется с застройкой, на наш взгляд и на их взгляд незаконной в историческом центре города. Вот, если вы придете в депутатский корпус, может быть, к этому времени, когда группы еще не построят по 30 этажей в центре города, будете ли вы отстаивать нормальную цивилизованную застройку старых двориков Одессы, чтобы не страдали окружающие жители, чтобы не страдала инфраструктура, мы за вас тогда. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. У нас это направление борьбы с незаконными высотками в центре координирует член партии Сергей Сарафанюк. Он достаточно хорошо разбирается в этой тематике. В частности, у нас сейчас идет несколько судов по тем моментам, где были нарушены законодательные нормы. Есть небольшой успех, есть несколько выигранных дел по этому вопросу. В связи с этим, я думаю, связан и вот огромный поток грязи, который сейчас выливают на Сергея, например, на 7-м канале Одессы, который принадлежит Кивану или на сайте Откат, который тоже аффилированный на русском, к этому застройщику, олигарху. Да, мы собираемся, как люди, которые идут в городской совет, собираемся принимать в городском совете решения, которые сделают невозможным застройку выше 7-го этажа в историческом центре города. Это норма закона, поэтому для того, чтобы добиться ее исполнения, нужно не так уж много, нужна принципиальная позиция тех органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые за это ответственны. Просто они сейчас закрывают глаза на то, что в центре города, например, на Толстого вместо 7-этажного здания, в котором максимально можно строиться, 17 этажей. Это значит, что это здание будет видно из любой части Одессы, из центра. Мы будем наблюдать дюка и на фотках будем наблюдать высотку далеко. Это значит, что в этом месте, где не предусмотрены парковочные места под каждую квартиру, там несколько сотен машин будут стоять там, где они смогут их поставить, то есть прямо возле этого здания. Это значит, что в этом месте будет постоянная пробка. Это здание 17-этажное ставится на неподготовленные инженерные сети. Это значит, что у людей в соседних домах будут проблемы с набором воды, с напряжением, с дренажом, потому что все это огромное количество ресурсов пожирающего организма 17-этажного будет брать эти ресурсы из тех сетей, которые там сейчас есть. Они не подготовлены для такого большого здания. Поэтому, конечно, мы с этим боремся сейчас и будем бороться потом. Но надеемся, что к тому времени вопрос как-то решится на государственном уровне, потому что от депутатов городского совета они могут подключиться к этой борьбе. Но в основном все находится более в руках Киева. Тут же ГАСК подчиняется напрямую Киеву. И поэтому мы очень надеемся на решительные действия губернатора в этом вопросе. Ждем его первых действий. Да, действительно, Одесса постепенно теряет выход к морю. Уже понятно, что тенденция такова, что увещеваниями и демонстрациями этот вопрос не решить. Нужно политическое решение, нужно серьезно дать по рукам кое-каким людям, которые на этом привыкли зарабатывать и которые продолжают уничтожать город, поскольку свое будущее с этим городом они, видимо, не связывают. У меня такое впечатление, что среди сегодняшних политиков, которые сегодня в Одесском городском совете, бить по рукам тех, кто застаивает побережье и охраничивает проезд, никто не собирается. Поэтому мы... А у нас нет такой возможности пока что. Мы пока собираем группу людей, кому немаловажен этот вопрос. Поэтому кто готов физически, если нужно, сносить заборы в Приморской части, там, где они незаконно ставятся и ограничивается проход к пляжам или проезд вдоль побережья, забейте, пожалуйста, в интернете есть такая группа, называется «300 спартанцев». Есть форма, ее можно заполнить. Когда нас будет достаточное количество, мы будем ставить застройщиков просто перед фактом, что они или сами уберут свои заборы, или мы снесем их силой. Потому что сегодняшние политики рассказывают о том, ну, например, Труханов рассказывает о том, что он выступает за то, чтобы продлить трассу здоровья до 16-й фонтана. Но я там периодически проезжаю на велосипеде, там с каждым днем заборы становится все больше и больше. Там уже кусок дороги начинает просто огораживать. Вот в районе 8-й фонтана там проехать, и вот сюда уже ближе, к Аркадии, проехать просто невозможно. Мне несколько раз пришлось, чтобы проехать на велосипеде, перелазить просто через заборы. То есть идет дорога, поперек идет завод. Я не понимаю, как люди, которые там живут, как они спускаются к морю. Вы ездите отдыхать куда? На Дельфин, в Аркадию. То есть у вас забирают ваше море, ваше подносом. Но организовывайтесь как-то, надо защищать свое имущество. Это ваши ресурсы. И городской совет — это просто люди, которые призваны от вашего имени защищать ваши ресурсы. Но если они этого не делают, делают это самостоятельно. Они от вашего имени защищают свои ресурсы. Ну хорошо, мне кажется, что эта тема не является ключевой. Она видна, она важна. Но на самом деле она зависит от целого ряда обстоятельств, в том числе и геополитического плана. В конечном счете у вас не 300 спартанцев. Я должен напомнить себе зрителям, коль скоро для некоторых это непонятная формулировка. 300 спартанцев — это воины во главе с царем Леонидом, которые в ущелье фермопилы остановили огромную армию, насколько я понимаю, Ксеркса, да? Да. Или Кира, или как его звали? Ксеркс. Ксеркс. Значит, турецкую армию, да, османскую, или не османскую, турецкую, да, армию. С Малой Азии они шли. Огромное войско. И 300 человек перегородили им ход в самом узком месте в ущелье фермопилы и остановили. У меня такое впечатление, что у нас обратная картина. У нас условно 300 человек тормозят развитие целого города, миллионного, и отбирают у него выход к морю. То есть спартанцы — это сегодня они, а не вы. Можно так сказать. Суть не в этом. Суть в том, что нам нужны люди, которые готовы отстаивать интересы одесситов, в том числе на улице. Потому что исключительно политическими методами, имея, даже если у нас будет какое-то количество депутатов в городском совете, которых у нас пока что нет, даже если у нас будет человек 10-20, это будет просто площадкой для озвучивания проблем. Но влиять на принятие решений исключительно в городском совете будет невозможно. Поэтому мы создаем общественно-политическую команду, чтобы поднимать какие-то проблемные моменты в обществе, озвучивать их, озвучивать их в сессионном зале и решать и в сессионном зале, и на улицах. В том числе на Думской площади или в том месте, где возникают проблемы. Например, в прошлом летом возле скалодрома кто-то взял, оградил себе кусочек склонов и собирались выпилить все деревья, загнать туда 300... Короче, залить это все бетоном, если коротко. Но кто-то им это разрешил? Да, городской совет дал им... Нет, им как бы дали разрешение на установление забора, но не на все эти работы. Мы собрались просто механически, снесли этот забор, и до сих пор там деревья есть. Так извините, пожалуйста, деревья срубали в самом начале этой самой дороги жизни, да? То есть я имею в виду район, там, где были драки с тетушками, я имею в виду район Дельфинария. Там ведь тоже вырубали деревья, там же тоже нам рассказывали, в том числе и вот здесь вот в студии, что это благоустройство, поэтому они не обязаны все строительные нормы выполнять. А вообще говоря, они подкапывают под склон, на котором сверху стоят высотные дома. Ну проблема застройки вообще в приморской зоне, она сложна, потому что народ не думает слишком на... Подождите, у нас есть закон, который запрещает строить что-нибудь ближе, чем 100 метров от берега моря. Да, да. Есть законники, которые продолжают это строить. Более того, не только строят, там, условно, та же парковка, которая площадка, но это является элементом строительства, она тоже запрещена. Но посмотрите, у нас четко построились парковки в 100-метровой зоне моря, в районе Дельфинария. И была четкая позиция и мэра, и губернатора о том, что они закрывают глаза на закон, потому что они считают, что это нужно. На самом деле это связано с тем, что там есть коррупционная схема. Очевидно. При въезде в приморскую зону незаконно собираются деньги, невозможно брать с людей деньги за то, что они проезжают. Это нарушение законодательства. Таких случаев у нас десятки, причем есть совершенно возмутительные. Я просто не хочу сейчас, как называется, брать все это на себя, но у нас ужасные вещи происходят в районе водозабора на Беляевской станции, с которой Одесса пьет воду. Поскольку там есть умники, которые построили, пользуясь одним разрешением, поставить егерский домик, соорудили там себе огромные особняки прямо к месте водозабора. И теперь отходы, у них канализации нет, все у них течет прямо в эту воду. Водоканал вынужден в эту воду вбухивать огромное количество хлорки. Все это бьет по организму, да? Заботимся о городе. Причем построили люди, которые, вообще говоря, обязаны заботиться о городе, которые занимаются формально экологией, средой. Точно так же и Днестовский парк, Днестовский лиман уничтожается. То есть на самом деле мы живем в ситуации, когда вы, революционеры, занимаетесь выборами, а вот перспективой развития общества и той моделью государства, за которую вы ратуете, даже ваши руководители ее не знают. Я так помню, что большевики перед тем, как чернь позвать на баррикады, сами себя просвещали. Был огромный сарай скотный в деревне Лонжомо под Парижем, куда Ленин привез товарищей по партии, и там их просвещал. Им читали там историю, культуру и так далее. Они потом все стали руководителями... Мы не в сарае, но тоже занимаемся просвещением. У нас регулярно проходит, например, вот на этих выходных проходила Академия политического образования, приезжали специалисты из Европейского Союза, голландцы были, рассказывали, как они работают. Да, мы готовим наших людей к тому, чтобы они со временем стали властью. Но я услышал такую шпильку в наш адрес, что мы вместо того, чтобы заниматься обществом, занимаемся выборами. Знаете, мы можем очень долго пытаться что-то поменять, не входя во власть, но практика пока... Мы пытались, мы с 2006 года работали исключительно в общественной сфере. Не имея выхода на трибуну условно-городского совета, не имея возможности хоть как-то надавить на власть, добиться хоть каких-то серьезных изменений в городе невозможно. Например, вот сугубо общественный механизм. Мы провели двое общественных слушаний, приняли 50 с гаком конкретных рекомендаций городу. Ни одна рекомендация городским советам не услышана и не реализована. То есть следует все-таки надеяться, что когда вы и ваши коллеги станут городским советом, рекомендации будут слышны, да? Да. Понятно, что люди, которые разбираются в тематике, они должны иметь возможность доносить свои идеи до городского совета. Потому что то, что происходит сегодня, часто создается впечатление, что люди, которые реализуют те или иные направления в городе, что они вообще не понимают, как это нужно делать. Ну так соберите людей, которые понимают, и посоветуйтесь хотя бы с ними. Ну, вы знаете, ваши рекомендации сейчас, они вряд ли дойдут до их благородных органов слуха. Хотелось бы, чтобы вы с этими рекомендациями не расстались тогда, когда сами пройдете к власти. Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Значит, я хотел вас поблагодарить за то, что вы к нам пришли, рассказали о своей организации. Это интересно, что у нас появились вот такие общественники, которые реально строят планы на кадровое обеспечение нашего будущего городского управления. У нас в гостях был Алексей Черный, политик, предприниматель, просветитель, общественный деятель. Спасибо, что пришли. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.